Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Велиховская, я заведующая редакционно-издательским отделом ГМИИ имени Пушкина. И мы очень рады, что наши детские книги выбраны к участию в международной московской книжной ярмарке на музейную линию, и вот в виртуальную выставку они попали за книгой в музей. От нашего музея выбрано пять детских книг, я вам коротко о них расскажу. Для каждого музея особенность ведь в чем детских книг? В том, что в этих книгах представлены коллекции музея, те экспонаты, те залы, которыми музей гордится и владеет. И у нас четыре книги из пяти именно такие. При Пушкинском музее уже много лет существует Центр эстетического воспитания детей и юношества «Мусион», что означает «Храм Мус». И в этом детском центре занимаются дети от самых маленьких до подросткового возраста. Там есть клуб юных искусствоведов, известный очень многим, клуб любителей искусства для более маленьких, изо-студия, студия занятий керамикой, стампом, компьютерными программами и так далее. И вот методисты этого детского центра готовят и пишут книги для детей, с удовольствием делятся своими знаниями, своей любовью, своими наработками, своими методиками. Кроме того, в нашем музее пишут книги научные сотрудники, хранители произведений искусства. У нас, как всем известно, одна из самых известных в Москве коллекции искусства Древнего Египта. И вот сотрудник отдела Древнего Востока Ольга Дюжева написала такую книгу на раскопке в Египте. Это «Игра-приключения» для детей от 7 до 12 лет. Такой квест очень для любопытствующих, пытливых детей. Задания, занятия, снабжённые в конце небольшим словариком терминов. И этот квест позволяет идти по залам и играть. Так что можно это сделать пока и виртуально, пока нет возможности посетить музей. Ещё две книги у меня, к сожалению, нету при себе. Это книги, которые называются «Учись смотреть». «Учись смотреть скульптуру и графику». Именно эти две книги выбраны из всей большой серии для музейной линии. Книга «Учись смотреть скульптуру» написана Надеждой Николаевной Ковалдиной, методистом детского центра. И она рассказывает о том, как научиться видеть и как полюбить такой сложный вид искусства, как скульптура. А книга «Как смотреть графику» написана Анной Юрьевной Чудецкой, научным сотрудником музея. И Анна Юрьевна рассказывает о том, что такое график, что такое рисунок, как он возник, какие бывают графические техники, виды рисунка. И можно одновременно и научиться рисовать, читая эту книгу. Надо сказать, что эти книги, конечно же, проиллюстрированы экспонатами из нашего музея. Графика и рисунок, о которых идет речь в книге Чудецкой, очень редко показываются, как известно, потому что они требуют особого хранения, температурного, влажностного режима. Но как раз сейчас в нашем музее в самом начале периода самоизоляции открылась выставка «Гадюра де Матисса», шедевры рисунка из собрания Пушкинского музея. Надеемся, что вы все сможете посетить эту выставку после карантина, потому что ее мы обязательно продлим. Значит, еще одна книга, которую мы представляем, это азбука детская. Ее написала Мария Лукьянцева, преподаватель детского центра, вместе с детьми от 5 до 10 лет, учащимися из-за студии. Это самые такие известные или для детей какие-то важные знаковые произведения искусства из залов музея, которые сопровождаются занимательными рассказами и при этом изображениями. То, как дети видят кентавров, Афину, краснофигурную вазопись и так далее. Замечательная азбука, которая издана была первый раз в столетию музея в 2012 году и блатким подарком детям, маленьким зрителям. Ну и, наконец, последняя пятая книга. Это раскраска. Голландский интерьер. Эта книга создана издательством ABC Design для нашего музея. У нас в 2016 году проходила выставка, которая называлась «Искусство жить. Интерьер бюргерского дома в Голландии эпохи расцвета». Речь шла в этой книге о Голландии 17 века и рассказывала о расцвете искусства, живописи, декоративно-прикладного искусства и о том, как жители бюргеры любили украшать свои дома. И изображения, которые в этом серьезнейшем каталоге были, они так вдохновили издательскую группу ABC Design, Дмитрия Мордвинцева и Татьяну Борисову, художницу, что они решили сделать по мотивам детскую книжку, раскраску. Предложили нам голландский интерьер. И, конечно, эта замечательная книга позволит не просто познакомиться, но как-то даже погрузиться в эту эпоху, раскрасить это все, посмотреть, как это все было. Такая игровая книга. Так что вот это пятая книжка из представленных на музейной линии от Пушкинского музея. И еще раз хочу сказать большое спасибо нашим друзьям и партнерам, ярмарке, которые нас пригласили. Ну и добро пожаловать в музей. И хочу поздравить всех с сегодняшним праздником Днем музеев. Поздравляю, спасибо.